В ходе выступления глава государства инициировал новые национальные проекты. Первый и один из самых значимых – семья. В перспективе планируется продление программ семейной ипотеки под 6% годовых. Следующий проект – кадры. Ориентирован на укрепление связи всех уровней образования от школы до вуза. Они должны работать в единой логике – на общий результат. В перспективе реализация программы должна решить проблему нехватки квалифицированных кадров и отсутствие собственных передовых технологий. Глава государства также отметил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Но в планах к 2030 году она должна составить не менее 78 лет. В дальнейшем предстоит выйти на уровень 80+. Поэтому будет реализован проект «Продолжительная и активная жизнь». Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколения. Так же, как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа. Особое внимание Владимир Путин уделил мерам по улучшению образования. По его словам, работа начнется с детских садов. Со следующего года запустят программу их капитального ремонта. Что касается школ, их количество значительно больше. Поэтому ориентировочно благоустройство планируется продлить до 2030 года. В дальнейшем ремонт будет проводиться в плановом режиме. Также президент предложил в предстоящие 6 лет обновить медицинские кабинеты в школах и построить в общей сложности не менее 150 учебных заведений для получения общего образования и более 100 детских садов. Растут многие крупные города. При этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводится даже и третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать. В тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро, придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов. Как заявил глава государства, в ближайшие 6 лет будет выделено 120 миллиардов рублей на переоснащение колледжей и техникумов. По его словам, нужно привести в порядок не только учебные заведения, но и спортивные объекты. Еще 124 миллиарда рублей будет отведено на реставрацию вузов и университетов. Кроме того, будет построено свыше 40 студенческих городков и расширена программа создания университетских кампусов. Также президент России подчеркнул необходимость повысить с 1 сентября уровень заработной платы преподавателей вузов, а с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей. Завтрашний день страны определяет устремление нынешнего молодого поколения. Его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность, это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Также Владимир Путин поручил правительству к 2025 году разработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а уже в 2026 году принять окончательное решение для всей страны. Внимание было уделено и единственному государственному экзамену, который по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Поэтому изменения стоит ожидать совсем скоро. У выпускников появится возможность пересдать экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании в ВУЗе. Это позволит не только выбрать лучший результат испытания, но и успеть подать документы до окончания их приема. Кристина Отюкина, Карина Саяхова, Универ Новости.